Мы начинаем дискуссию, мы хотим представить наших участников. Извините, мы так нервничаем. Ладно, я нервничаю. Даниил Александров, профессор Нью-Уфше, руководитель программы по социологии и социальной информатике, выступала в Новоголландии с исследованием по онлайн-рейтингу и рассказывала, какие бывают как раз и романтические алгоритмы любви, и насколько мы можем... С точки зрения налоги и социологии, мы надеемся, что нас поддержите в этом ключе. И Митя и... Оля? Митя и Ира. Митя и Ира, ура! Наши блогеры, которые занимаются ведомыми ПТГ-каналом «Секс. Просвет» и активные пользователи дейтинговых приложений. И знакомились в пьюре, насколько была информация. Расскажите, чуть позже подключится еще подкастерка Лиза Мороз, которая ведет канал ПЮЖ, да. И очень ее ждем, тоже подключаем попозже. Хотелось бы сначала, наверное, с точки зрения науки рассмотреть, да, эти возможности, да, знакомства, романтическое... Как может быть романтическое знакомство через цифру? Может ли это вообще случиться, что когда у нас есть только телефон и пара парня, например, и поэтому для меня эта тема полностью закрыта. Мне вот, знаете, какой-нибудь алгоритм, чтобы там три ключевых вопроса, по которым я могу понять, какой-то ли этот человек или нет, то это следующая, наверное, вопрос от меня будет. И насколько вообще нам эти алгоритмы позволяют сократить время на поиски партнера, да, у нас сейчас очень быстрое время, мы живем, мы все очень мобильные, и сокращают они поиски партнера или наоборот, как-то увеличивают. И я думала про Тиндер, пью на все эти предложения, возможно, они сокращают, если ты в них очень хорошо ориентируешься, как в любых соцсетках, то есть нужно выстроить свой образ презентации, да, и на только более смышленые люди, более информированные, более мобильные, может быть, быстрее находят своих партнеров, и становится ли это народ камнем представления для людей, которые вот, ну, поставят это только сердечки, а дальше что, ну, в общем, не очень следующее в плане какой-то цифрового логирования. Если вы меня спрашиваете, то, понимаете, вот, значит, вы, конечно, совершенно правы, что более шустрые преустевают, потому что общее правило, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным, оно всегда работает, понимаете, да? То есть кто лучше в чем-то разбирается, тот лучше этим пользуется. У кого есть машина, тот может на свидание проехать, там, я не знаю, 15 километров, а у кого нет машины, тот вынужден 3 километра пешком пройти. Поэтому это рассуждение как бы, ну, не очень существенно. Всегда есть какое-то такое неравенство в обществе по технологиям. Оно было, машина тому пример, понимаете, да? И, соответственно, в настоящее время это уже не очень важно, все этими технологиями как-то владеют, туда-сюда понемножку. Вот, соответственно, интернет, независимо, да, ни от чего прочего, помогает людям вообще осуществлять поиск. Значит, если мы вдумаемся, то главное достижение интернета – это вот обеспечение метчинга между там потенциальными партнерами какой-то сделки. Amazon.com, Alibaba, там что угодно, понимаете, да? Значит, электронная аптека. Вам нужно лекарство, поискали в интернете, нашли, в какой аптеке она находится. Соответственно, это в экономике, в институтной экономике называется транзакционные издержки. Издержки на поиски информации и поиски чего-то такого, что вам нужно, они в традиционной экономике запредельно велики, понимаете, да? Старая шутка, что за морем телушка-полушка, до рубль перевоз. Вот, значит, и интернет снимает эту проблему. Интернет снимает проблему поиска информации. Там стандартная проблема, что вы не знаете просто, да? И главное открытие дейтинг-сайтов показало, что чем как бы реже тип партнера, который вам нужен, тем важнее для вас сайты знакомств. Это же сайты знакомств разные бывают. Они же не только Pure или не только Tinder. Есть довольно специализированные сайты знакомств. Например, там мусульманские романтические знакомства, православные романтические знакомства, еврейские романтические знакомства. Наконец, есть дейтинг-сайт для выпускников топовых колледжей Америки, понимаете, да? Значит, или дейтинг-сайт, куда берут по IQ и так далее. Масса есть каких-то таких странных даже для нас сайтов, на которых люди ищут что-то редкое. Человек хочет, например, у него есть такая идея. Мало ли какие бывают идеи в области романтики и секса. Например, им нужен партнер с высоким IQ. Не задавайте вопрос, зачем это им нужно. У людей есть всякий интерес к линке секса. Значит, вот и интеллектуальный секс тоже. Значит, как вы можете в баре определить, кто ваш потенциальный партнер, если вам нужно? Ну, и даже в баре ведь неловко спрашивать, типа, какой университет вы заканчивали первым делом. А если, значит, на этом сайте люди, выпускники Гарварда, то вот, значит, у вас есть какая-то гарантия. Тоже идиотов среди них, наверное, хватает, но тем не менее. Соответственно, вот это радикальная революция, значит, интернета. И это очень хорошо видно по тому, как растет число пользователей сайтов знакомств среди разных групп с сексуальными практиками. Если вы стандартный гетеросексуальный мужчина и гетеросексуальный женщина, у вас растет плавно вот в этой группе. А среди мужчин, которые ищут секс с мужчинами, растет как бы как ракета взлетает. То есть, потому что их не так много. Примерно 8%, 7-8%, как показывает исследование в Америке. Где найти? Ну, специально есть гей-бары для этого, например, гей-клубы. Но вообще-то говоря, как бы их не так много в любом крупном городе. И дейтинг, всякие, значит, apps, которые работают для них, они очень-очень эффективны. Вот это главное достижение сайтов знакомств. Все остальное в каком смысле вторично. И там не нужны никакие специальные алгоритмы. Это нас сайты зомбируют, что, знаете, у нас есть специальные алгоритмы. С помощью этих алгоритмов вы найдете партнера. Нет, на самом деле достаточно того, что у вас есть набор, как бы, да, там, рост, цвет волос, там, образование, интересы. И вы просто можете, вы можете сузить выбор из там трех миллионов людей, не знаю, миллиона людей на сайте, до какого-то числа, на котором вы уже можете смотреть и искать возможность переписки. Романтические алгоритмы психологические такие, где люди заполняют какие-то тесты, а потом, значит, им подыскивают партнера. У нас этим развлекается сайт такой Теамо, вот, ну, и некоторые другие. Нету свидетельств научных, что эти алгоритмы помогают. Элементарный поиск, да, значит, то есть сужение поиска до той категории, которая вам нужна. Неважно какая. Может быть, это категория, как бы, еврей, значит, но не очень религиозные, выше 180 сантиметров, значит, с высшим образованием, там, еще чем-нибудь, да. Значит, вот вы, как бы, сузили до этой категории, и дальше вы начинаете смотреть на людей и с ним переписываться. Вот, этого достаточно. Как показывает, все, что мы знаем о сайтах знакомств, показывает, что это достаточно для облегчения жизни людям. И вторая особенность, о которой я всегда говорю. На самом деле, знакомство в баре, оно психологически труднее. Потому что, когда вас отшивают лицом к лицу, да, вы переживаете гораздо больше. И очень много людей предпочитает знакомиться в интернете, не только потому, что, там, типа, быстро, да, как в приложении Pure, вот, а потому что, ну, вы написали, вам ответили, что, или не ответили. Ну, окей, не вопрос, да, вы, вообще говоря, так сказать, не очень много на это сил потратили, да. Вот, а поход в бар, в котором вы ни с кем не познакомились за вечер, хотя подкатывались к разным людям, предположим, да, это, вообще говоря, такая психологическая травма для людей. И есть люди, у которых так счастливая психологическая конституция, которым это все вообще не страшно, ну, типа, ни сегодня, ни завтра, там, все отлично. Вот, а есть люди, которые переживают, они попадают в интернет. Вообще, как бы, много людей, которые, там, стеснительные, социальноизолированные, да, они тоже, там, идут в интернет. Это в Pure идут те, которые, вообще-то говоря, такие счастливые натуры, что они, вероятно, и без Pure нашли бы себе сексуального партнера, да. А во многие сайты идут люди, которые вообще даже не знают, как познакомиться, понимаете. офлайн, да, такие люди тоже есть. Вообще, человечество очень разнообразно, с привычками, непривычками, и, соответственно, на разные вот эти привычки, непривычки и вкусы есть разные сайты, разные сервисы, да. И это, конечно, большое достижение современного мира с новыми технологиями. А не подскажете, чего не дают алгоритмы все-таки? Потому что, ну, например, если использовать, ну, представьте себе, скажем, в паре, да, есть какая-то эмпатия, да, какие-то флюиды, а тоже Тиндер, да, дает только какие-то, ну, гифки, определенные гифки. То есть ты можешь какую-то эмпатию проявить человеку, только там пошлешь в мулатки? Нет, понимаете, дело в том, что никакие цифровые технологии, что бы мы ни рассказывали про виртуальную реальность и там виртуальный секс, не дают вам непосредственный контакт. То есть после того, как вы отобрали там себе какое-то количество потенциальных партнеров, все-таки надо пойти и познакомиться. Это дело такое, ну, мы понимаем, что личный контакт, да, он все равно окончательный, а не, да, вы не можете в интернете твердо для себя решить, да, что этот партнер вам там на долгое время понадобится, вы, глядя на его фотографию, решаете, что вы собираетесь снять с ним квартиру. Ну, это нереально, да, поэтому просто вот эта воронка поиска, да, она сокращается благодаря интернету. А все какие-то эмоции вам нужно уже будет получать при встрече. Встретиться все-таки придется. Можно вернуть, да, немножко здесь прокомментировать? Да, 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 раз, Ира. Конечно. Расскажите о ваших практиках, насколько вы хорошо себя чувствуете в приложениях и насколько это в оффлайне вам, может быть, уже мешает. Может быть, вы уже на таких-то внутренних алгоритмах, которые вам уже при оффлайн-знакомстве... Ну, хорошо ли вы себя чувствуете в оффлайн или онлайн, и одновременно ли хорошо себя чувствуете смело и подвижно? А можно еще раз, как вот уважаемого профессора зовут? Я просто не прослушал имя. Не важно. Ну, как по имени-то хотя бы? Даниил. Даниил. Вот Даниил сказал много, на самом деле, вещей, которые... Ну, вот мы на практике, как люди, которые используем эти приложения много лет, можем там как-то подтвердить или проиллюстрировать, да, например. Вот мне понравилась очень мысль о том, что действительно это приложение и знакомство онлайн – это такое уже становится неотъемлемая, так скажем, часть социального общения. И я бы даже более того сказал, это обычный как бы элемент эволюции. Так было всегда. Кто-то успевает и делает, ну, и там находится на передовой, грубо говоря, а кто-то до сих пор считает, что это там... Я не знаю, бывает такое до сих пор, что я встречаю девушек, которые считают, что сидеть на сайте знакомств – это там ниже их достоинства или это значит, что они не востребованы и так далее. Ну, то есть для меня это полнейший бред. То есть у тебя есть замечательный инструмент, и глупо сидеть у себя там, не знаю, где-то там на районе, да, и ждать принца вместо того, чтобы открывать огромные просторы интернета и пользоваться ими, да. Ну, тут понятная проблема – проблема лени. То есть действительно надо работать, чтобы искать себе человека в этом огромном море кандидатов, надо уметь это делать. Чтобы уметь это делать, нужен большой опыт. Опыт далеко не всегда приятный. Точнее, чаще всего он будет неприятный. Как и любой опыт обучения чему-то – это набивание шишек, причем шишек часто психологических. И многим это, конечно, тяжело, это дискомфортно, поэтому тут надо как бы понимать, что это большая работа, к которой нужно быть готовым. Ну, и тут все зависит от характера человека. Вот возвращаясь к вашему изначальному вопросу, как мы себя чувствуем. Ну, не знаю, вот Ира за себя скажет. Я за себя скажу, что я изначально понимал, что просто нет другого выбора. Например, у меня как молодого активного человека, ну, просто нет другого выбора, как активно исследовать все эти возможности, которые, слава богу, появились благодаря интернету. И просто каждый раз анализировать и работать, понимать, что не так, что можно изменить, что можно улучшить, улучшать свой выбор, улучшать фильтрацию, грубо говоря. Вот то, о чем Даниил говорил, да, как раз таки там, кто по образованию фильтрует, кто там по религии, почему-то еще. Если вы заметите, во многих дейтингах нет возможности отфильтровать. Там есть возможность, я точнее даже нигде не видел возможности фильтрации. Есть возможность это у себя указать, и ты должен все равно всех пролистывать и смотреть, что у кого написано. Ты не можешь, например, как на сайте квартиры, например, или недвижимости, наверху поставить фильтр, что тебя интересует только. Ну, там элементарный в Тиндере возраст, да, вроде бы есть, фильтрация и расстояние, но ничего подробнее. Там нельзя поставить, например, какой тебя рост интересует, или, я не знаю, музыкальный интерес, цвет глаз, размер гениталий. Ничего этого нельзя выставить. И я думаю, сервисы это делают специально, потому что если бы это можно было сделать, то мало бы времени люди тратили в этих дейтингах. А основная цель дейтинга в том, чтобы люди там побольше сидели, и поиск был достаточно длинным. Если сделать фильтр, ты ввел, пять своих человек в день посмотрел, который тебе подбыл фильтр, закрыл дейтинг и до следующего дня про него забыл. Естественно, им это невыгодно. Ну, я думаю, вот так это и работает. Ну, и пусть и бог с ним, как говорится, интереснее процесс. То есть, если относиться к этому реально как к игре, как к поиску, как к какому-то такому приключению, то и сам процесс будет гораздо приятнее. Может быть, еще разница в том, что вот я мужчина, а Ира, например, девушка. И опыт мужчин и женщин все-таки отличается. Не хочу там какой-то сексизм, конечно же, приводить, но тут как бы факт есть факт. Действительно, у всех запросы разные и отношения разные. Я могу про свой опыт рассказать. Даниил правильно говорил про то, что дейтинг это становится такой воронкой. Дейтинги становятся воронкой. То есть, мы можем фильтровать, мы можем выбирать. Митя говорил, что все зависит от опыта. Я не так давно сижу на сайтах знакомств, но мне очень повезло, что Митя мне дал определенную схему, то есть, по которой можно... Он уже на собственном опыте составил гайд по Pure, и там есть конкретные шаги руководства, что нужно сделать, чтобы твое свидание прошло успешно. И это как раз про встречу лично. То есть, ты сначала ознакомишься с человеком онлайн, и он тебе может нравиться по переписке, но это не значит, что у вас с ним все получится. Скорее всего, вам нужно увидеть друг друга вживую или созвониться, например, по видеозвонку, чтобы понять, насколько вам комфортно и интересно вместе. И когда мне Митя дал, например, конкретную схему, что сначала списываться, потом созваниваться, и только после этого решать, идете ли вы на кофе, после этого мои свидания, например, стали гораздо интереснее. То есть, он на собственном опыте выработал определенную инструкцию, дал ее мне, и я теперь везучий человек, у которого всегда классные свидания. Потому что очень жестко сужается вот эта воронка и фильтрация. Да, вот Даниил сказал мысль тоже, что, ну, несколько, наверное, легкомысленно ждать от человека в переписке, да, какой бы классно она ни была, что вы будете жить вместе. А между тем многие, ну, вот за девушек я могу говорить, потому что я в основном общаюсь с девушками, многие девушки именно так и делают по неопытности. У них получается классная переписка с молодым человеком, и они там уже достраивают себе воздушные замки, они уже за него там в мыслях вышли замуж, они уже там, не знаю, думают, как назвать собаку и так далее. А, ну, в жизни работает все совсем не так. Там еще надо будет пройти десяток шагов, в том числе секс, чтобы вообще, и не один, а много сексов, чтобы понять, что вас вообще что-то в жизни объединяет. Потому что какой бы классной ни была переписка, какой бы классный ни был созвон, даже каким бы классным ни было первое свидание, это вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, люди меняются, люди открываются, у всех у нас много слоев, много личностей, и это все длинный процесс. Никогда не стоит ожидать, что человек тебе сильно понравится сразу, это значит, что вас там все теперь сильно объединяет. И это ошибка, на которую попадается большинство людей. Ну вот, собственно, я в гайде тоже много раз делаю акцент на том, как эту ошибку избежать, чтобы не попадать в эту ловушку. Я с женской стороны могу сказать, что девушки очень часто обжигаются на первом свидании, потом полгода они заходят на сайты знакомств и думают, что все, теперь у них психологическая травма, и они больше ни с кем никогда не будут знакомиться. Это один опыт их может так выбить, что они там несколько месяцев потом его переваривают. А Митя в этом плане мне показывает другую сторону, что это просто опыт, можно пробовать еще и еще, и относиться к этому спокойнее. То есть тут вопрос самооценки и внутренней уверенности, насколько вот это свидание влияет на тебя. Если ты каждый раз расстраиваешься и придаешь этому огромное значение, то шансов на следующее удачное знакомство все меньше, потому что ты очень сильно начинаешь себя грызть, потом удаляешь все приложения, думаешь, что я буду сидеть и ждать принца, но как бы ничего не меняется. Да, это вообще очень правильное дело, что должны быть какие-то инструкции пользователя. Понимаете, да? Это не важно, что, это тиндер или пьюр или кофемолка, но инструкция полезна для людей, чтобы не сунуть палец в кофемолку или не открыть ее, когда она работает, потом страдать долго. И мы понимаем, что как раз при всех сложностях пьюр и тиндер, там как раз все очень как раз алгоритмизуется. Моя любимая история, конечно, которая я в той лекции, которая есть в интернете, я люблю рассказывать, что один чувак из Ванкувера, значит, написал робота, который ведет переписку, вел переписку в тиндере, потому что первые кейсы, ну, первые моменты разговора, они такие стандартные, там, привет, привет, там, какую-нибудь шутку, как человек реагирует, и потом робот сообщает ему, потенциально годится. Понимаете, да? Вот. Потому что там, где, как бы, значит, тиндер не дает возможности спросить подробности какие-то, понимаете, про рост еще, про что-то, значит, вот как бы роботом можно. Другая прекрасная история, ну, тиндер попросил его этот робот отключить, как бы, вот. Ну, не то, чтобы на него наехали, ну, в общем, он убрал этот робот. Известны, ну, как бы, множество случаев, когда люди нанимают кого-то для переписки, да? Это агент. Нет, это разные вещи. Одно дело, когда агент, который просто ищет содержанку, да, и прямо говорит, о, типа, Ира, здравствуйте, вот, как вы насчет того, что вы, понимаете, у меня есть такой славный профессор, он, значит, может быть, вам пригодится, как бы, в жизни. Вы говорите, нет, спасибо, профессора меня интересует. Все-таки пошли дальше, значит, вот. А есть, значит, люди, которые переписываются, как если это была бы Ира. Понимаете, они вам сохраняют время, да? И выясняют, что, ну, как бы, ну, нет, нет, до свидания, типа, вот. И вы потом подключаетесь прямо через тот же, как бы, аккаунт, да? Вот, там один из десяти контактов. Ну, это, я, это нечасто люди делают, вот, но делают. Потому что либо робот, либо другой человек, там, да, вот эту вот воронку, как бы, фильтрацию проводит, да? Вы получаете уже, как бы, фильтрованные, отфильтрованные случаи, вот. Но надо сказать, что… Работу хорошо платят? Я бы попробовал. Мне кажется, я не знаю, понимаете, мне кажется, что эта девушка в Канаде, она повесила просто на сайте работы, что она готова. Я не помню, я, кстати, можно посмотреть, со сколько, как бы, понятно, да? Вот. Там, по-моему, она за контакты как-то платила, вот. Ну, вот, но разные же сайты знакомств есть, да? Да, пьюр – это на одном полюсе, да? А какие-то такие сайты знакомств, типа религиозные, например, да? Они на другом полюсе очень, да? Потому что там как раз, там возможности выбора, да? И там люди не для быстрого секса, как бы, да? И не для временных партнерств. Они серьез. И вот в зависимости от цели, конечно, да? Вы используете разные сайты. На многих сайтах там, Мамба, там, другие. Там, конечно, есть, как бы, бегунки и фильтрации, понимаете? Возраст, образование, цвет волос, цвет глаз там. Значит, вы ищете себе замужнего партнера, свободного партнера, как бы, понятно, да? Это можно. Вот. Тиндер просто быстрый сервис, а тот такой медленный. Но тоже, конечно, все равно трюки вот эти, вот, чтобы люди там сидели и пользовались, они есть. Вот, чтобы вы платили за какие-то, да? Вам, если вы хотите, чтобы у вас была возможность выбирать аккуратно, да? Вам нужно заплатить за дополнительный премиум сервис там, значит, ну, еще что-то такое. Понятно, что это большой бизнес. Беда в том, что, конечно, на этих сайтах формируется какое-то количество мошенников, да? Вот про Pure, например, просто много писали об этом, как бы, да? Да, значит, вот. И, конечно, тоже на каждом сайте свой тип мошенников, понимаете, да? Одни заняты тем, что пытаются вымогать деньги, ухватив какую-то переписку и делая скриншоты. Даже вот переписка удаляется. Ничего, мы скриншоты сделаем, потом вас достанем, понимаете, да? Это, значит, а на других сайтах там, наоборот, как бы такие романтические обманы в том смысле, что я к тебе приеду, дорогая, заплатить. Пришли мне денег на дорогу. Это беспрерывно идут истории обманутых, например, женщин, да? Которые на Pure, как я понимаю, в основном мужчины оказываются обмануты, потому что там соотношение, по-моему, 100 к одному, как бы, мужчин к женщинам. Ну, последнее, что я читал про Pure. Тиндер как-то чуть более сбалансированный. То есть, с одной стороны, Pure, такой очень специфический Тиндер, значит. И дальше, как бы, сторону более романтических. Но жуликов, жулики везде есть. Это тут, как бы, в этом смысле я не склонен винить современные технологии, считая, что, как бы, типа, в интернете жуликов больше. Ну, вот, мы знаем, как бы, там, модильные телефоны вам звонят, так сказать, и просят данные вашей банковской карточки. Вот, ну, то есть, везде эти жулики существуют. По-видимому, люди еще очень сильно сортируются между этими сервисами. Мы понимаем, что Pure пользуются люди, которые более склонны к рисковому поведению. Люди, которые не уверены в себе, да, они и не склонны к рисковому поведению, они, значит, будут пользоваться какие-то более традиционными форматами, да. Вот, и отсюда получается, значит, такой результат, который я должен просто сказать, как ученый, вот, потому что, знаете, я, у меня в лекции всегда есть, я говорю, что практика и наука – это как красавица-чудовище. Вот, как бы, вот, типа, практика и красавица, а я, а я такое вот научное чудовище. Я все время буду говорить какие-то научные такие вещи. Это состоит в том, что Tinder и Pure оказываются механизмами распространения вид-спит и других неприятностей, но, по-видимому, не потому что в интернет, да, а потому что им пользуются люди более рискового поведения, склонные к быстрому, значит, сексу, unprotected sex без презервативов. И мы понимаем, что до интернета это все было. Понимаете, не надо, то есть, как бы, ругать интернет не надо. Вот, это есть, я когда-то занимался социальной историей ВИЧ-спит. Мне было это очень интересно. И, значит, обнаружилась такая странная вещь, что в Нью-Йорке это оказывалось болезнью инъекционных наркоманов, ну, в начале, в начале роста, да, а в Сан-Франциско это оказывалось болезнь, значит, которая поражала гейское сообщество. И в первый момент было не очень понятно, что происходит. А выясняется, что в Сан-Франциско сложились практики опасного секса через бани гейские, да, а в Нью-Йорке сложилась практика поиска партнеров через романтические бары, преимущественно. Понятно, да, значит, чистота и, как бы, уровень опасности секса, как бы, в бане один, значит, если вы знакомитесь в баре, другой, да, значит, и то же самое была разница в использовании наркотиков. В Нью-Йорке были шутинги, куда вы приходили, вам делали укол, вы уходили. А, значит, в Беркли народ мексиканскую ханку варил, значит, и, как бы, и там не 40 человек на шприц, понимаете, да, а три. Это тоже разница, да, вот. И если мы посмотрим, так, смотрите, всегда было, как бы, рисковое поведение, люди искали в одном, ну, кто хотел, как бы, да, в одном месте, вот, в другом. В этом смысле сейчас вот я вижу, что американские всякие ученые, которых я читаю, значит, специально уже таргетируют, как бы, социальную рекламу по поводу пользования презервативов, да, на пользователей специальных, понятно, приложений, да, вот, потому что, как бы, не вообще, а вот здесь вот, потому что эти приложения, в том числе, как бы, для мужчин, которые хотят иметь секс с мужчинами, значит, они привлекают таких, понимаете, да, поэтому, раз они там собрались, значит, надо им объяснить, как вообще это делать, более безопасно. Тоже своего рода инструкция пользователя. В этом смысле парадокс стоит в том, что, это меня заинтересовало, что есть две стороны. С одной стороны, здесь собираются люди, которые рискуют, да, и, соответственно, среди них просто больше, статистически больше, это американские данные. В России, конечно, никаких таких данных нет, хоть убей, а американские данные есть по поводу того, что среди пользователей, чем более быстро, на быстрое свидание нацелен сайт, да, тем больше среди людей будет венеетических заболеваний. Вот, но есть обратная сторона в том, что как бы так с этим можно работать, потому что можно таргетировать эту аудиторию, ну, потому что это вообще довольно большая работа, которая в России никак не делается, ни черта, это учить людей пользоваться презервативами попросту, как бы, да, потому что вообще люди не очень умеют это делать изначально. А можно тогда, да, есть, во-первых, новый участник нашей дискуссии, и здесь такой вот вопрос, что, может быть, если человек действительно хочет пользоваться детям приложениями, может быть, он лучше мысли, да, вот к чему я возвращаюсь, лучше осведомлял в плане там контрацепции и тому подобное, и что, может быть, даже эта цифровизация и использование у нас детям приложения делает нас немножко чуть-чуть культурнее, лучше, как-то социальнее. Ну, в общем, как вы думаете, Лиза, Лиза, о которой мы говорили, сейчас выключается попозже, это подкастер, журналист, блогер, как тебя лучше представить, ведущая подкаста ты уже, и по мнению теории практики, подкаст один из лучших, был в топе ста подкастов, по-моему, да, номинация лучший подкастер, по-моему, да, в какой-то области, я забыла. Лиза, привет! Самые откровенные, по-моему, самые откровенные подкасты, да, что-то такая была формулировка. Лиза выбрала первую листку. Самый честный, самый честный. Самый честный, точно. Да-да-да. Давайте вы еще раз повторите вопрос, и я на него с удовольствием отвечу, честно. Да, я знаю, что ты занимаешься таким культом трейгерсом, да, там ты рассказываешь о сексе, такой тоже как-то миссия, такой секс-просвет, и насколько у тебя такая важная миссия, да, вот что мы все пользуемся контрацепцией, мы все, в общем, насколько эти предложения помогают быть лучше, пищем, как бы здоровее, да, насколько они нас устраивают, такую европейскую традицию культурную, и, кстати, табуированность, например, снимается, да, вот то, что Ира говорила, что, и миссия уже, что на самом деле для девушек это такая табуирная тема, да, и, в общем, очень многие бросают знакомство через, там, Тиндер, это там, второго, третьего неудачного раза, неудачного раза, и... Что делаешь ты конкретно для того, чтобы эта стена профессионала быть табуированной, и все стали как-то раскрепощены, и проще к этому относиться? Ну, мне кажется, что я ничего в этом плане не делаю. Я просто, я выступаю за то, чтобы люди начали говорить. В принципе, не просто вдвоём на кухне, не просто о сексе, а, в принципе, начали коммуницировать. Я тот же принцип использую в Тиндере, когда ознакомлюсь с людьми. Например, я уже год не захожу в Тиндер просто полистать картинки. У меня есть специфическое чувство, когда я захожу в Тиндер, только под этим чувством, когда мне хочется пообщаться, по-настоящему искренне, искренне ответить на вопрос, как дела, или искренне предложить кому-то сходить на свидание. Других вариантов зайти в Тиндер и полагать фоточки или сказать, эй, пойдём займёмся сексом, ну, это просто не мой формат. Вообще, если честно, если прям признаться, то дейтинг-приложение — это... Ну, мне не нравится вообще эта индустрия. Я бы что-то меняла. Вообще, я уже больше полугода или пять месяцев я хожу в бары и там знакомлюсь с людьми. Потому что так мне по-человечнее, что ли. А сейчас объясню, почему дейтинг-апы для меня, как для исследователя и как для юзера непригодны стали. Они расшатали мою дофаминовую систему. Каждый лайк, каждое сообщение — это у меня взрыв дофамина. И я такая, ууу, да, боже мой, я такая прекрасная. И вот буквально несколько минут назад мне там какой-то парень ответил на сториз и сказал, ну, я в Тиндер захожу, чтобы поднять свою самооценку. Ну, а как она поднимается? Она поднимается за счет того, что ты получаешь мэйч. А мэйч мозг считывает как «Ха! Я выставил фоточку, написал био пару слов и получил лайк». Ну, просто это же маленькое количество усилий и какой огромный взрыв нейромедиаторов в мозгу. И ты становишься зависимой от Тиндера, от Инстаграма. И твой мозг, он просто наполняется дофамином. И твоя система вознаграждения, которая вообще-то работала раньше, очень сложна. Ты видишь банан, тебе нужно залезть за ним. Это потом еще его расшелушить, а потом еще и съесть, а потом еще и отдохнуть. Ну, это, короче, очень сложная система. Сейчас это намного проще. И я заметила, насколько Тиндер и, в принципе, вот эта вот индустрия соцсетей расшатала мое понимание, что, ну, что ценно для меня. Мне стало очень скучно. Я вот превратилась в Онегина. Мне скучно. Вот что я говорю. Мне скучно. Мне скучен обычный секс. Мне скучны обычные свидания. Мне скучен Тиндер. Мне скучен Инстаграм. Мне все скучно. И это, я считаю, что это делают соцсети. Ну, и вообще, в принципе, огромное количество выборов, которые у нас сейчас есть. Вот. Поэтому я Тиндер, в принципе, удалила. А вы меня позвали поговорить про то, как это клево. Но нет. Я скучно. Я скучно. Вот. Это моя такая точка зрения. А можно я прокомментирую? Почему ты... Ну, если... Конечно, можно. Очень круто ты сказала про то, что это становится таким наркотиком. Но мне кажется, здесь дело не столько в Тиндере и в Пьюре, а сколько, в принципе, в соцсетях. Ты это правильно сказала, что мы начинаем из этих лайков очень бурно реагировать и вызывает зависимость вообще вся эта система. Но, с другой стороны, это же не повод вообще отказываться от этого. Мне кажется, здесь очень важно говорить про осознанность. То есть, как ты к этому относишься. Если ты осознанно идешь в соцсети, если ты осознанно идешь в сайты знакомства, у тебя не возникнет вот этой неадекватной оценки себя в зависимости от лайка. То есть, ты понимаешь, что лайк – это всего лишь лайк, ничего больше. То есть, это ничего не значит, это никак тебя не валидирует, никак тебя не делает лучше или выше. Это, блин, просто лайк, который еще надо, как ты за бананом лезешь, также надо этот лайк еще во что-то превратить. Надо с человеком созвониться, пообщаться, встретиться. Это все те же усилия. Те же усилия, да. Ну, как бы, по сути, да. То есть, это действительно вопрос изначального отношения и отслеживания своих реакций. Согласен. Ну, как бы, да, но вот просто будьте честными. Когда вы заходите в Инстаграм, насколько осознаны вы, листая ленту, вы все равно там просидите 30 минут? А я вообще перестала заходить. Что? Перестала заходить и листать ленту, потому что неинтересно. Мне кажется, ты сначала наешься этим, что на тебя сначала это тебя завлекает, привлекает, интересует. Ты какой-то период действительно проживаешь вот эту какую-то эйфорию, но потом тебе становится скучно, как ты и говоришь, и ты такой, ну окей, я прожил этот этап. Просто это, наверное, нормально сначала через это пройти, а потом вернуться к обычной жизни. Да, ну я вот, если брать какой-то осознанный подход к дейтинг-приложениям, это есть прекрасная статья на Ноже, там девушка рассказывает про свой подход. Она задается вопросом, что я хочу? Я хочу найти друга, найти секс-партнера, найти общение клевое. Я иду в Тиндер, я заполняю свой профиль под вот эти вот потребности свои. Вот, но тут как бы еще такой момент. Если мы вот так подходим, это как бы с одной стороны осознанно, да, а с другой стороны это убивает понятие любви, ну которое раньше было, знаете, такое чувство. Вот не схема «я хочу секса», найти секс. У меня есть четкие критерии, что такое хороший секс. Хуже мне не надо, мне нужно вот это. То есть это абсолютно робологика. Это называется эмоциональный капитализм. Там, где мы все используем слова ресурс, отношения, инвестиция в отношения, что-то там еще, короче. Все вот эти вот капиталистические термины из экономики взяты, из бизнеса. И мы такие, да, я строю отношения. Вот моя инвестиция, а какая твоя? 50 на 50? Ну вот это. И Инстаграм, это вот, не Инстаграм, а Тиндер, это еще один инструмент, как мы можем капитализировать любовь. Лиз, смотри, да, ты правильно говоришь, что я согласен, что есть в этом такая некоторая машинизация и обездушивание, но какова альтернатива, понимаешь? Я всегда задаю сразу вопрос, какова альтернатива? Альтернатива в том, что если у тебя не будет этой машинизации, этого алгоритма, то ты будешь очень часто напарываться на плохие свидания, на некачественные эмоции, там, на каких-то нехороших людей, которые тебя будут постоянно обижать, просто потому, что у тебя нет какого-то четкого алгоритма построенного. Альтернатива будет в том, что ты будешь постоянно эмоционально прокалываться, эмоционально опустошаться и в итоге удалить приложение или сказать, что все мужики козлы, все бабы дуры и хотят только денег и вообще уйти с рынка отношений, закрыть свое ООО. Ну, мы в шутку говорим, да, но мысль в том, что действительно, может быть, это обездушивание, но альтернатива еще хуже. Альтернатива опустошения, так скажем, свое психологическое, просто потому, что у тебя нет инструментов, как правильно пользоваться теми или иными платформами. Вот к примеру. А мне кажется, здесь ни то, ни другое, ни хуже, ни лучше. Есть оффлайн, есть оффлайн. У тебя шансы на удачу и на неудачу, и там, и там одинаковые. И ты просто выбираешь то, что тебе ближе. Если тебе, как человеку, который ценит вот этот человеческий контакт ближе оффлайн знакомства, ты идешь и знакомишься в оффлайне. Если мне, как человеку, которому проще онлайн все это сделать, не тратя ресурсы, для меня самое страшное куда-то поехать, заморочиться, там познакомиться, и это все в никуда, для меня это очень большие сдержки. Мне проще онлайн. То есть каждый выбирает то, что ему комфортнее. Мне кажется, ни то, ни другое, ни лучше, ни хуже. Это наоборот лучше. Если можно, я скажу. Мне кажется, что тут в отношении вот любви и там, я не знаю, тиндера, примерно та же самая история, что отношение между работой и рынком труда, эксплуатацией. Понимаете? То есть работа, это прекрасно вообще, если хорошая работа, а эксплуатация труда, это плохо. Мы понимаем, так это устроено, когда заставляют работать как бы в поте своего лица, зарабатываем на этом деньги, а вы с трудом сводите концы с концами. И, конечно, в вот этой индустрии соцсетей, в том числе и сайтов знакомых, есть эта эксплуатация человеческого чувства. Там работают тысячи психологов, которые специально делают там, не знаю, Фейсбук, да, Инстаграм таким, чтобы вы к нему привязались. Понимаете? Это аддиктив. И при этом, конечно, начиналось это все очень мило, значит, как идея такой социальной сети знакомств, которые все будут друг про друга знать, там не будет секретов, нельзя будет обмануть, прямо вот как бы Цукерберг об этом прямо говорил, что нельзя обмануть свою подругу, как бы, да, потому что все видно, да, с кем ты общаешься, как это устроено, вот, обманы в отношениях будут невозможны. А сейчас это работает на продаже, да, и моя коллега в Германии проводила эксперименты, значит, выясняется, что люди, если людям дать посмотреть там что-то в интернете одно, или там попросить их зайти в Инстаграм, после того, как они полчаса или 40 минут смотрят Инстаграм, они делают больше покупок. Понимаете, да, то есть, они проводили такой эксперимент, ты читаешь какую-нибудь ленту новостей, а потом тебе предлагают зайти как бы на шопинг, понятно, да, тебе показывают Инстаграм, и потом предлагают зайти на шопинг. вот люди, люди, которые смотрят Инстаграм, они больше там покупают, да, это так работает машина, да, вот, они пытаются вынуть из нас деньги и превратить нас в эти как бы винтики такого, в этом смысле эмоциональный капитализм, это остроумное, мне кажется, определение, вот, так же, как пишут, что социальные сети сейчас это такой surveillance capitalism, как перевести, где за тобой все наблюдают, вот, не только государство, как бы, надзор, ну, в общем, не только государство это делает, но и сами сети это делают, они тебя контролируют, вот, так что здесь есть такая проблема, как с любой индустрией, понимаете, да, огромные магазины, очень удобно, большие магазины, супермаркеты, они, конечно, все делают так, чтобы оттуда вышли больше количества покупок, вот, ну, вот, действительно, как бы, нужно, нужно к этому относиться как-то, в том числе, к своему консумеризму, в смысле вещей, а, возможно, консумеризму в смысле дейтинг-сайтов и отношений тоже, как бы, ну, как-то менее, менее, менее рьяно пребывать в этом таком потребительском отношении. Я просто, да, я скажу чуть-чуть, я вот подумала, тут еще параллельно анализирую свой опыт использования дейтинг-приложений, вот, и у меня был такой период, где я каждые, там, два-три дня ходила с людьми на свидания, и это были прекрасные свидания, просто восхитительно интересные люди, вот, каждый из них был просто вау, я ни с одним не сходила на второе, ни с одним, и я такая, типа, что за фигня, почему я так поступаю, то есть, что со мной происходит, это прекрасный человек, профеминист, суперодинаковые интересы, мы можем пойти и туда, и туда, и он еще такой талантливый архитектор, что с тобой, Лиза, и потом, знаете, что я поняла, я поняла, что мне проще зайти снова в Тиндер, найти такого же прекрасного архитектора, дизайнера, я не знаю, там, короче, какого-то клевого айтишника, сходить с ним на новое свидание, еще раз показать себя, какая я прекрасная, а не открываться, не становиться ближе с человеком, это проще, и меня это испугало, и я специально заставило себя ходить на больше, чем два-три свидания, и в итоге это настолько прекрасно стало, намного меньше людей в жизни, потому что ты уделяешь время одному-двум людям, кто-то из них остается в ранге друзей, кто-то переходит дальше, но отношения развиваются, и вот это развитие отношений, оно настолько наполняющее, просто это может не влюбленность быть, а вот именно сокращение дистанции, ты уже не просто картинка из Тиндера, ты уже не просто хочешь показать свои классные качества, ой, я журналистка, знаешь, где можешь почитать, вот, 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 посмотри на меня, какая я клевая, посмотри, какой я клевый, вот мое портфолио, сейчас, секундочку, Митя, ты хотела что-то сказать, у тебя есть время. А что, если не относиться к этому как к проблеме, а посмотреть на это как на нормальное развитие событий, то есть сначала ты установила Тиндер, у тебя первая реакция вау, мне ставят лайки, я супер классная, потом ты стала ходить на свидания, вау, и этот классный, и этот классный, и этот классный, потом тебе это надоело, это надоело, и ты перешла на следующий уровень, и тебе уже стало интереснее развиваться вглубь с каждым конкретным человеком, то есть это не проблема, это нормальное развитие событий, но такая же эволюция, то есть сначала ты это попробовала, потом ты росла до другого, до третьего, и в конце концов может там через год и нашла там своего человека на том же тиндере и у вас с ним любовь и счастье то есть ну в этом нет же ничего страшного что ты походила несколько раз на одноразовое свидание, тебе было классно, парням было классно ну то есть никто не умер, ничего парням может быть кстати было не так классно, они не получили то что хотели, я скажу от лица парней у нас тут с девушками часто бывают разные подходы ну то есть глобально, Лиза, ты же ничего не потеряла, ты, это был опыт она эмоционально может быть исчерпалась, но мне кажется это просто переход в следующую стадию, да, может там эмоционально было какое-то переживание осознание, то есть это же про осознанность ты такая, ага, я заметила что у меня нет глубокого контакта я поняла, что мне его хочется, и ты перешла на новый уровень, это же круто события развиваются да, Алина, слышно так? да, кивните короче, да, да, я все, я услышала да, так и есть вопрос, знаете, в чем? в том, помогает ли соцсети развивать осознанность или наоборот? мне кажется, наоборот, да, но то, про что ты рассказываешь для меня это как раз пример развития осознанности но это не соцсети помогли мне, это годы психотерапии и там просто я такая а без соцсетей ты бы этого не поняла, например возможно они выступили лакмусовой бумажкой такой, понимание, что тебе нужно качественно что-то другое а мне кажется, соцсети это просто поле реализации то есть ты, если человек развивающийся и стремящийся к осознанности, ты везде будешь анализировать и в Тиндере, и в Пьюр, и на Мампе и в Инстаграм а если ты не развиваешься не стремишься анализировать и осознавать то ничего тебе не поможет короче, это от тебя зависит твоя ответственность всегда да но тут еще, знаете, у меня к любому такому огромному бизнесу есть вопрос почему вы, заставляя меня ну, не заставляя мы с вами идем на свидание я и Фейсбук, я и Тиндер и когда я регистрируюсь в Тиндере я должна нажать кнопочку подписать согласие на пользу персональные данные и бла-бла-бла кто-нибудь это читает? никто потому что никому не нравится читать огромные договора это все знают почему гребаный Тиндер и Фейсбук, Инстаграм не могут написать сообщение вот как пост в этом документе мы говорим об этом, об этом, об этом и об этом тебя ждут вот такие вот последствия хочешь ли ты участвовать в этом? если да, нажми да если нет, нажми нет и будь счастлив почему так нельзя сделать? потому что так сложнее заработать денег а еще потому что ты с ними взаимодействуешь одна а они взаимодействуют с миллионами людей и они это огромное юридическое лицо да, да, да которое можно с всех сторон обезопасить от любой от любых возможных придирок мало ли там что кому придет в голову может кто-то захочет их засудить за сломанную жизнь они такие ребят мы тут вообще при чем? мы дали инструмент ты реально его используешь нет, конечно Лиза права дело в том, что есть знаменитая фраза я не помню, кто ее первый сказал что если вы не платите за сервис то, наверное, вам вы ошибаетесь это не вы не вы пользуетесь сервисом это сервис пользуется вами потому что тогда вы товар понимаете, да? вас продают значит там стоит мне там пойти на какой-нибудь дейтинг-сайт и посмотреть, что там происходит я начинаю получать я не знаю рекламу там понимаете лекарство от простаты в моем возрасте понимаете, да? потому что значит мои данные продали фейсбуку понимаете, да? или фейсбук сам скачал как бы и так далее да? то есть я так это работает конечно в этом смысле мы оказываемся товарами которые как-то понимаете юзают да? все эти огромные машины я вот просто думаю что как бы мы не замкнемся в пещеру обратно мы не откатимся назад никогда никогда поэтому ну круто что есть платформы где вот как сейчас мы можем обсуждать это просто в чем прикол осознанности когда ты видишь две стороны медали ты понимаешь что если ты не читаешь а я так до сих пор не читаю эти правила пользования типа я не супер осознанный человек конечно я не читаю эту фигню супер сложно но при этом я нажимаю кнопку согласиться при этом когда мне жутко одиноко или например у меня бывает состояние когда мне дико хочется секса ну прям просто невыносимо а хороший секс очень далеко там за 500 километров от меня тут уже как бы да как бы алло тиндер ну либо растить классного любовника это игра в долгую это игра в долгую но возможно это больше приносит сатисфакции то есть тиндер классно что он существует вопрос как он предлагает свои как он как сервис реализует свою услугу честно или нет не совсем он он как бы ну смотрите мы делаем благое дело мы соединяем души у вас есть такой вот инструмент вы стеснительные вот вы вот вы ты в очках вот ты там вот вы как нормально вы в баре не познакомитесь а мы вам подарим эту платформу бесплатно если хотите узнать кто же вас лайкнул заплатите денежку а если вам 45 а не 23 вы должны больше заплатить ну то есть и об этом они не говорят в своих правилах об этом нигде нет информации кроме расследований и если как я журналист которому интересно как эта фигня работает создает много разных аккаунтов и чекает сколько денег с каких слоев населения берется ну тут возникают вопросики почему с мужчин берется больше чем в женщин почему с более старших берется больше чем с молодых почему в Беларуси допустим платят меньше чем в Литве почему почему так происходит и я не знаю об этом почему нет открытой информации это меня раздражает меня раздражает закрытость этих приложений которые зарабатывают огромные деньги но это это мои левацкие взгляды я все равно пользуюсь этим приложением и я буду ими пользоваться я лицемерна в этом плане все снялась с тебя все да да может быть может быть просто чтобы немного вот отключиться от противостояния скажем так личности и машине приложения можно может быть попробовать мыслить в сторону того что по сути ты через приложение соединяешься с другой личностью то есть ты в итоге ты встретишь человека и вот ты говорила про про механизацию про алгоритмизацию но это не значит что я ко всем людям отношусь так я отношусь так людям ровно до тех пор пока я вижу их в виде картинки в своем телефоне пока это для меня просто набор цифровых данных но как только я встречаюсь с человеком живую да хотя бы разговариваю с ним уже по телефону там все для меня этот человек становится живым и я уже на него все свое внимание и весь свой человеческий ресурс и эмпатию направляю я уже забываю там про пьюр про тиндер мне там уже посрать что они там с меня заработали или что я там подписал не подписал все мне вот передо мной живой человек появился блин круто и я буду все делать чтобы его исследовать понять мой не мой не мой окей без проблем в мире еще полно других людей я пошел дальше мой супер мы значит начинаем что-то с ним строить и я в жизни там не вспомню что с меня там кто-то что-то снял какие-то деньги да вообще пофиг вот есть два человека и они между собой строят вот мне кажется может быть есть такая как бы штука все-таки что она описана хорошо что пользователи дейтинг-сайтов меньше инвестируют в формирование отношений говоря языком который лизе не нравится значит потому что они знают что там еще много много рыбы в море понимаете да можно пойти да соответственно значит а фокус состоит в том что отношения нравятся если вы в них много вкладываете да это принцип икеи что если вы сами собрали мебель даже дурацкую она вам больше нравится чем когда мы ее просто привезли понимаете да в этом смысле если вы так ну вот открылись человеку да то этот человек начинает вам больше нравиться не потому что человек стал лучше а потому что вы открылись это есть такой психологический механизм да вот соответственно значит если вы человек обидели вы к нему начинаете хуже относиться а если вы человеку с добром то вы к человеку лучше относитесь. И, конечно, вот эта вот машина, которая подразумевает, что да ладно, что там, собственно говоря, вроде бы не очень получается, не буду я стараться, может быть, я пойду еще раз там, блин, дайте инсайты и назначу себе новое свидание. Это может работать. Мы не очень знаем все это, понимаете, потому что это разница между нашими ощущениями и тем, что знает статистика. У меня нет уверенности, что это действительно так сильно работает. Но, конечно, может быть, что человеческие отношения разрушаются вот этой кажимостью легкости знакомства. На самом деле это кажимость, легкость. И вы прекрасно объясняли, что это... Но для многих, может быть, это такая обманчивая ловушка, оказывается, когда люди не стараются влюбиться, не нужно, понимаете, да? Люди могут бояться сильных эмоций. Вообще, как бы, есть такие наметки, что пользователи Тиндера начинают бояться сильных эмоций. Может быть, от Тиндера их боялись. Может быть, это люди такие просто. Может быть, это не связано с Тиндером. Может быть, я не буду здесь врать, понимаете? Я как человек ученый стараюсь не врать. То есть мало ли что мне кажется, так сказать. Но есть пока что хорошее основание думать, что здесь есть такая опасность. Да, я полностью согласна, вот особенно с мыслью о том... Есть две мысли. Есть исследования... Ну, не то, что это исследования, это социологи цепляются за тренды, которые есть вот в обществе. Конечно же, технология, она просто... Как бы технологии, которые создаются, они чувствуют тоже эти тренды и подкрепляют их, как любые продукты, которые у нас есть, которые... Ну, есть спрос, есть предложение, как говорится. И если говорить про дейтинг-эпы, то они, конечно же, стимулируют механизацию, которая в итоге выливается в то, что мы ж машины, мы контролируем себя, свои эмоции, мы... Ну, зачем? Очень хочется влюбиться, но это очень опасно. Это иррационально. Как ты контролируешь любовь? Никак. И поэтому, прикиньте, даже сейчас создают таблетку от влюблённости. Типа, что? А почему её создают? Потому что изучают мозг влюблённых и выясняют, что вообще-то их мозг похож на мозг зависимых от алкоголя, наркотиков и так далее. А ещё он похож на мозг людей, больных обсессивно-компульсивным расстройством. Это болезни. Любовь и влюблённость – это болезнь. Нужна таблетка. И, ну, это же тоже, опять же, спрос. Спрос на то, что влюблённость – это какое-то очень выбивающее из продуктивности состояние. Нужно контролить это. И если связывать это с Тиндером, то Тиндер тоже говорит, ты не расстраивайся, ты вот реально не грусти, если вдруг у тебя разладились отношения, потому что у тебя до миллион людей, посмотри. И ты заходишь туда, давно там не был, и Тиндер как тебя захватывает обратно? Посмотри, и этот тебя лайкнул, и вот этот тебя лайкнул, и даже вот этот тебя лайкнул. Садись и снова ищи себе любовь. Не расстраивайся, не грусти, потому что грусть – непродуктивное чувство. И ты сидишь, и снова вот это вот начинаешь делать. Я хотел прокомментировать просто, что это как раз-таки ещё одна огромная ловушка, в которую люди по неопытности, по незнанию попадают. То, о чём сказал Данил, что в море много рыбы. В море может быть и много рыбы, да только хорошей из этой рыбы очень мало. И это нужно время, чтобы это понять. Мне кажется, здесь, ну, короче, опять зависит от твоего отношения к этому. То есть, с одной стороны, Лиза, ты, например, говоришь про то, что всё покупается и всё продаётся, и это так ужасно, а с другой стороны, смотря кто как этим пользуется. Мы когда познакомились с Митей Пьюр, я впервые установила Пьюр, я была в Питере, и у меня там за несколько минут было 100 входящих. И я сижу, и я не знаю, что открывать, потому что слишком много сообщений, я испугалась. Что делает Митя? Он покупает подарок за 150 рублей, отправляет его мне, он высвечивается первой строкой, и, типа, откройте, и я открываю, потому что у меня это висит сверху. Я потом смеялась, что знакомство со мной стоило Митя 150 рублей. Это смешно. Да, я серьёзно инвестировал в ваши отношения. Это смешно, но это помогло, понимаешь? Это прикольно совпало, и вот мы сидим вместе, там живём вместе. Ну, круто. Почему нет? А я, кстати, отправил, ну, в вторую сторону, я отправил этот подарок и потратил свои кровные 150 рубликов, что я далеко не всегда делаю, именно потому что я увидел её, я почитал, я понял её описание, её фотографии, которые были правильно составлены, ну, для меня правильно. То есть человек тоже поняла, что написать, как правильно это сделать. Выложила всё по канонам, по алгоритму, и зацепила меня этим самым. Вот. То есть это всё работает именно на уровне обучения и опыта. То есть люди, когда, ну, через что... То есть до этого она много сидела на Тиндере, вот она или пьюр то-то скачала, но на Тиндере она была много. И она, то есть у неё опыт был. Это всё к тому, что решает опыт, короче. Нужно не расстраиваться, не киснуть, а идти вперёд, пробовать, хватает сил, а если не хватает, ну, не знаю. И это опять про то, что любая площадка, что Тиндер, что пьюр, что Инстаграм, это инструмент. Как ты им пользуешься? Это ты решаешь? Это поясняется. Можно постоянно надевать шишки, напекаться на каких-то пригурках, но и отправить подарок за 150 рублей, да, прикольно. Классно. Ну, любой инструмент всё-таки, любой инструмент может оказывать на вас влияние, понимаете? То есть мы понимаем, что машины, средства передвижения, но при этом люди, которые слишком много ездят в машине и мало ходят, они полнеют, понимаете, да? То есть мы такие простые вещи, понимаете? В этом смысле также и Тиндер, вероятно, оказывает какое-то влияние на людей. Мы просто не очень знаем до конца какое. Но тут опять ответственность каждого и осознанность в пользовании любым инструментом. То есть ты сам контролируешь и чувствуешь меру. Понятно, что если ты сидишь в Тиндере или в пьюр 24 на 7, у тебя уже немножко трансформируется сознание, это уже ненормально. Это уже зависимость, это опять про то, что скачет дофамин, и ты начинаешь цепляться за это. А если это просто часть твоей жизни одна из, и у тебя кроме этого полноценная нормальная жизнь, и Тиндер или в пьюр для тебя не последняя ниточка, за которую ты хватаешься, чтобы выжить, тогда все окей. Ну, тут, мне кажется, клево подписываться на людей, которые топят за осознанность в диджитале. Вот, кто-нибудь знает таких людей? По-моему, я, я, по-моему, ниша должен, сейчас кто-то должен стать этим блогером, умоляю. Слушай, я недавно видела девчонку, которая разработала диджитал этикет, то есть она прямо пишет, как там общаться и не общаться в Инстаграме, чтобы было экологично. Ну да. Это крутая, правда, ниша. Ну вот, короче, а еще есть диджитал минимализм, вот, есть такая книга, если хотите, почитайте, вот она очень простая и все такое. Но мне кажется, слушайте, мне кажется, я себе работу только что придумала. Сложно. Спасибо, ребята. Я еще хотела, знаете, о чем поговорить, если вы еще не говорили, и я не пропустила этот момент. Ну, как бы я не относилась к технологиям, как к такому довольно влияющему и сильному инструменту, который, используя который, мы также меняемся, наше общество меняется. В этом есть огромные плюсы, потому что все мои свидания по Тиндеру были идеальными. Все. Просто каждая. И меня спрашивают, типа, блин, а как у тебя так получается? Потому что у меня и такое, какие-то непонятные люди, там непонятные разговоры были. Вот, ну, я не знаю. Мне кажется, что я, у меня есть определенный типаж, я по типажу выбираю. И у меня очень безопасный типаж. Он никогда, он никогда не проиграет. Это такое вот... Без носа. Ножа на фотографии, да? Ножа у него нет, как правило, пистолет. Ножа нет. У него есть, там, пять фотографий, собака, ответственный человек, очки. Он там читает. Все. Это нёрд. Это безобидный мужчина. Но все равно созваниваться по видео надо. Да. А, да, ты рекомендуешь. Я сразу бросаюсь в омут с головой. Побереги свои ресурсы. Ну вот ресурсы, да камон. Живем один раз, да? Если я чувствую, что мне хочется узнать человека и покрасоваться перед ним, я просто иду, и мне всё равно. Хотя нет, мне не всё равно. Я вот понимаю, что в последнее время я очень боюсь разочароваться. Поэтому я не делаю ничего. Вот меня это, короче, парит, если честно. Может быть, ты так и напишешь у себя в объявлении, типа, боюсь разочароваться, поэтому ничего не делаю. Что ты мне можешь посоветовать или как ты мне можешь помочь? Спасибо. Нет, словами через рот. Говори своё мнение. Спасибо. Спасибо. Да, да. И, кстати, это вот так вот я и составляю био, когда я прям искренне говорю, чего я хочу. И, ну, наверное, и поэтому тоже свидания классные. Вот. А ещё, когда, не знаю, у кого-нибудь был опыт переезда в другую страну, где ты вообще никого не знаешь, и Тиндер всегда меня спасал. Я была так в Америке. Это был единственный способ, как мне познакомиться с людьми. Вот я сейчас переехала в Киев жить. Это единственный способ был найти друзей. И я так и сделала. Вот. Поэтому в этом плане, как такой инструмент захода куда-то, класс. Но мне тоже... Но не залипание. Да, но не залипание. Ну, как и в Инстаграме. Ну, просто пусть технологии сами придумают. Ну, я не знаю, пусть они пишут блоги, где... Смотрите, ребята, у вас есть два варианта. Такой, такой, ну, может быть, три. И вы просто больше осознанно вовлекаетесь в это, и давайте мы будем вместе развивать вашу осознанность. Классно было бы. На самом деле вариантов сотни. Их не один, и не два, и не три. То есть это реально просто тебе дали вот этот инструмент. Как его использовать? У тебя тысяча вариантов импровизируй. И если... Ну, и каждый все равно видит, что интуитивно все равно выработала свою инструкцию. Так, я смотрю на тех, у кого пять фото, фото в очках, собака, да? То есть ты для себя составила четкий пошаговый план, может быть, даже неосознанно. Ты один раз поняла, что он работает, и стала действовать по этой схеме. Митя также там ходил-ходил, выработал план, стал действовать по схеме. И тут каждый для себя выбирает какую-то инструкцию, и можно круто в этом находиться, если ты определил для себя вот эти безопасные шаги. И сами по себе соцсети и сайты знакомств, они ничем не плохи. Тем более вот они тебе помогают найти друзей. Это прекрасно. Ну, проблема может быть в том, что вы такие продвинутые пользователи, и ваш пример в этом смысле неудачный. Понимаете, да? Да, да. Вы такие выдающиеся люди, понимаете, что вы чудесно с этим справляетесь. Это, может быть, особенные люди. А массовый пользователь оказывается таким несчастным брундуком, белкой пойманным в колесо. Для них я ГИТО написал, чтобы поменьше... Вот, вот, вот. Понимаете, да? Это такая проблема. В этом смысле ведь эти, как бы, компании нарочно ничего не рассказывают. Понимаете, да? Это же... Понятно. То есть поразительно, до какой степени эти компании скрытные. Да? Фейсбук про себя рассказывает гораздо больше, чем все дейтинг-сайты. Понимаете, да? Вместе взятые. Это, как бы, довольно важно. Был только один единственный сайт, такой, как бы, где мой герой, его основатель, такой Кристиан Раддер, который основал OKCupid и вел там блог. Специально с какими-то прекрасными рассказами. Я оттуда помню, например, про собак. О том, что, значит, для, ну, что собака, если вы бегаете, фотография с собакой, бегаете, как бы, да, то это вот для определенного типа, значит, женщин очень хорошо работает, как бы, да? То есть там он анализирует, как бы, да, для каких типов людей, какие фотографии, как это, как это смешно устроено, очень-очень интересный блог. Но он продал, как бы, KCupid и давно этот блог не ведет. Вот. А все остальные просто ничего не рассказывают. Ну, поэтому секс-блогеры для этого нужны. В том числе. И секс-просветители. Ребят, у нас какие-то остались еще вопросы, которые мы хотели бы... Мы просто можем уточнить у наших гостей, если вы хотите, ребят, задать какие-то вопросы. Вот мне очень нравится, что у нас, получается, цивилизация дает такую, может быть, новую близость, да, новую искренность. Можем мы, может быть, про это поговорить. Но уже, наверное, в следующий раз. Или вот ребята, пожалуйста. Пока не опустим. Вы пользуетесь, да? Вы пользуетесь приложениями, у вас есть свои какие-то схемы. Митя, может быть, ты оставишь нам какую-нибудь все-таки инструкцию, чтобы она сократила время для поиска, потому что вы же блогеры, вы должны нести нам какие-то знания. На самом деле, мой гайд выходил в Pure, то есть Pure даже у меня его выкупил, по сути, частично его публикацию. И если скачать Pure и посмотреть от них рассылку более старую, то он там в одном из сообщений будет. То есть в открытое пользование всем они это сделали. И в этом плане они большие молодцы, как бы я считаю, потому что у меня там нету какого-то восхваления. Ну, типа, естественно, я Pure хорошо отношусь как к классному инструменту, но и говорю там обо всех его опасностях и сложностях, как бы стараясь людей по максимуму сохранить, обезопасить и так далее. Вот у них, если скачать это приложение, то в их рассылке мой гайд будет как раз таки. Мои фотографии. А ты рекомендовал исследование по приложениям? Можешь уточнить какое, чтобы мы просто продолжили исследовать этот вопрос? Кто рекомендовал исследование? По-моему, Лиза. Лиз, у тебя есть исследование по приложениям? Мне какая-то была рекомендация от Лизы. А, я книгу рекомендовала «Диджитал-минимализм», а что по исследованиям? Ну, короче, я читала клёвую книгу про Тиндер. Это расследование французской журналистки. Чё, мне гуглить? Короче, может быть, вы сами загуглите. Конечно, да. Вот, это такая недавняя книга, она на русский переведена. И ещё я бы рекомендовала книгу «Любовь, сделай сам» Полины Арнсон. Это российская, по-моему, социолог. И вот она круто написала про то, как трансформируется любовь сейчас. Мне кажется, стоит почитать, чтобы понимать, что всё же, всё, что есть в нашем мире, влияет и на наши чувства в том числе. Наши чувства влияют на то, что есть в нашем мире. И то, что мы создаём, тоже почему-то на нас начинает влиять. Короче, всё связано. И это круто. И круто бы разбираться в этих взаимосвязях, мне так кажется. В этом и смысл осознанности, в знании. И если мы больше знаем, мы больше осознаём, что вообще происходит в этом мире. Не просто бессознательно свайпаем влево и вправо. И воспринимаем людей как картинки. И ходим на одно свидание каждую неделю с новым человеком, а пытаемся разобраться и в себе, и в других людях, и в мире. Вот. У меня какой-то такой... Чтобы на выходе получать просто больше удовольствия от общения и от взаимодействия с людьми. Ну да. В жизни получать побольше удовольствия от него каковой. Спасибо большое всем участникам в нашей дискуссии. Я должна сказать, что мы сделали это в рамках фестиваля Нижнего Маяка, который находится сейчас в Петербурге. Вот. И также в процессе работы в прекрасной библиотеке, потому что для нас важно говорить о том, что нам все интересно и я уже обращу в благодарность нашим спикерам потому что согласились и немножко переживали, потому что мы все-таки библиотека, и произвести слово секс, секс, библиотеки. Это довольно смелое решение, но я рада, что у нас получилась конструктивная библиотека. Я предлагаю тогда нам прощаться. Сегодня я проведу максимально осознанно вечер в Судере. Да. Спасибо, Лиза. Всем спасибо большое. Очень приятно было увидеться и познакомиться с кем не были знакомы. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что Владе что-то хочешь еще добавить. Спасибо, Владе, заведующий библиотек. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания, ребят. Пока. Пока.